Сергей Олегович, продолжаем наш разговор. В прошлой неделе много чего произошло уже за это время. В Крокусе уже обсудили все, наверное, возможные варианты. Сейчас уже можно подводить некие итоги или все-таки еще рано? Вопросов же осталось огромное количество. Почему ответов на них нет? Какое было точное количество нападавших? Какое оружие они использовали? Кто за ними стоит? Версии разнятся. Есть ИГИЛ, который признает свое участие, а есть Путин и представители Кремля другие, которые в очередной раз говорят, что это там Украина, окно и так далее. Подводя итоги, что можете сказать? Ну, во-первых, конечно, мы уже кое-что устаканивается. То есть по горячим следам вообще было непонятно. Вот помните, когда мы с вами там в последний раз. Для меня было самое главное понять, исламисты или кто-то другой. Вот. И я правильно сделал, что делал такую оговорку, потому что сразу там говорили, что, может, это какие-то там внутренние, внутренние проблемы. Но видите, вот исламисты, значит, вы вынырнули. Вот. Но все равно вопросов больше, чем ответов на настоящий момент. И я так думаю, что на самом деле еще понадобится время, потому что кроме тех вопросов, которые вы обозначили, еще есть куча других. Как получилось так, что в Павшинской пойме, где находится областной суд, где находится областная администрация, где находится база ОМОНа, где находится недалеко учебный центр ФСБ, где на территории Крокуса находится Павшинское отделение милиции, где находится ЧОП, который осуществлял охрану этого самого здания. В том числе, кстати, у них было огнестрельное оружие, да, не автоматическое, да, переделанное, но все равно у них было оружие, где находились все милиционеры, которые были поблизости, где находилось управление внутренних дел Красногорска, которое в 10 минутах езды от этого дела. То есть много чего вопросов, да, и плюс там же на самом деле это же, так сказать, элитные зоны, то есть там ФСО, там в минутах Новогорёва, Ильинская, Архангельская. То есть на самом деле это просто такая элитная, элитный абсолютно район Подмосковья ближайшего, и там этих вооруженных людей, ну, до чертовы бабушки просто, просто до чертовы бабушки. И где они все были, куда они все исчезли, куда они все исчезли на полтора часа. Вот, потом по поводу того, как быстро загорелось здание, такого-такого не бывает, когда здание построено из материалов, которые должны не поддаваться пожару. Такое бывает только тогда, когда нарушение идет технологии, когда простые материалы не пропитаны ничем, никакими смесями, и тогда все это как факел вспыхивает, и вон мы видели, до какой степени это выгорело. Потом, вы знаете, вот даже тушение пожаров с вертолетов, это тоже глупость. Вот такой глупости, кстати, в Париже мы избежали, когда у нас горело здание Нотр-Дама. Дональд Трамп тогда в соцсетях говорит, да чего французы там, вот надо там вертолеты, раз подвезли, тонны воды вылили на это все дело, и все загасится. А французы отвечают, ты дурак, Дональд Трамп, потому что если вылить тонны воды, то все это обрушится, и там не останется ничего. Именно потому что французы не стали использовать вертолеты, не стали использовать и выливать тонны, многие тонны воды, а из бронзбойтов потихонечку все это дело потушили. Получилось так, как получилось, то есть минимальное обрушение, то есть обрушился только шпиль, причем так, что, в общем, там практически внутренности, включая исторические иконы какие-то там, не задействованы были. Вот, и практически уже Нотр-Дамп уже восстановлен, вот скоро там его, наверное, будут заканчивать, уже отчитываться о том, что закончено восстановление. Вот, то есть в этом смысле очень много вопросов есть. Ну и дальше вопросы, как суперпрофессиональные боевики, которые устроили такую бойню за 13 минут и такой пожар эффективный, вдруг сели на идиотскую машину и 300 километров хреначили на одной и той же машине без остановок, с нарушением скоростей, то есть привлекая к себе внимание гаишников, вот, не поменяв эту машину, там, пять раз, как бы сделали профессионалы. А, судя по всему, так как они расстраивали людей внутри, они были профессионалы, они клоннокровные люди. То есть очень много вопросов остается на самом деле. И вопросов, конечно, откуда американцы узнали, потому что я убежден, что на самом деле это вот, это должно было произойти 8 или 9 марта. Вот это о том, то, о чем говорили американцы. Вот, кстати, люди, которые вот потом были арестованы, они их нашли теперь уже на камерах, слежения, то есть они проводили либо репрессировку на местности 7 марта, либо уже прямо вот готовы были осуществить этот теракт прямо вот тогда, 8-9, но тогда пошла волна о том, что, значит, предупреждение, и, может быть, они это сыграло, и они отложили это все дело на две недели, вот, и так далее. То есть вопросов, на самом деле, сейчас еще остается очень много. Ну, про Путина вообще это просто бессмысленно даже говорить, это про украинский след, который он просто долбится в стену, вот все люди понимают, что это абсолютно высосанная из пальца вещь, вот, а он долбит, 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 вот, как просто, как идиот. Вот, ну, он идиотами является, ну, за ним также такую же вещь повторяет, там, Бортников, Патрушев, то же самое. Ну, понятно, что они все в одной связке, поэтому, когда главный фюрер говорит, что это, ну, это по старому анекдоту, да, про крокодилов, которые летают или не летают, да, вот, и, значит, а вот товарищ Путин сказал, что крокодилы летают. Ну, да, летают, но не зенько, не зенько, вот, ну, вот, и вот, и так же и здесь, да, вот, ну, украинцы, да, ну, конечно, да, украинцы есть, ну, все-таки там через, через таджиков, да, через Таджикистан, то есть сначала надо было украинцам там приехать куда-то там за 4000 километров в Таджикистан, а потом вот оттуда уже устраивать этот самый теракт, вот, а им готовить, значит, отступление в Беларусь, потому что Лукашенко проговорился, он говорит, ко мне они вообще-то ехали, да, вот Путин говорит, да нет, в Украину, нет, 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 ко мне ехали, вот, то есть, на самом деле, мы понимаем, что это абсолютный цирк с конями, вот, и если бы не было 130-140 погибших и неизвестно сколько раненых, кстати, 140, я сомневаюсь, что, я думаю, что может и больше, потому что там уж когда был пожар, то там люди задохнулись, которые прятались, которые просто не смогли, и опять же вопросы про закрытые двери, про вентиляцию, про неработающие пожарные всякие механизмы, которые автоматически, значит, заливают все водой и так далее и тому подобное. Очень много, кстати, естественно, спровоцировало вопросов, вот, на французском телевидении, вот, целыми днями мы обсуждаем, сейчас я, тоже меня вызвали обратно работать на один из главных новостных каналов, вот, вот, у французов интерес большой, и приходится тоже объяснять, они, в общем, стараются. И думаю, что мы доносим ту информацию, которая нужна, вот, и, по крайней мере, про Путина рассказываем все, какой он подлец, с одной стороны, вот, ну, мы это видели, вот, по заявлению президента Зеленского, у него немножко схвозит в последнее время такое раздражение, но это понятно, это абсолютно понятно, потому что, когда голословно обвиняют твою страну в том, что ты устраиваешь какую-то мясорубку, неизвестно где, неизвестно зачем, вот, то это не может не вызвать раздражение, поэтому, в общем, он, такие слова, которые обычно к подмышлению, к даже такому уроду, как Путину, нельзя говорить, главе государства, но, в общем, чувствуется, что у президента Зеленского накипело на душе, и он уже, в общем, уже его квалифицирует, как, по-моему, полного отморозка и полного урода. Сергей Игоревич, наверняка вы видели видео изнутри, снятое в Крокусе, вот эта история с людьми одинаково одетыми, мужчинами, такое достаточно спортивное телосложение, в синих свитерочках, в синих джинсах, и они вот так рассредоточены по залу, выглядят они очень, да, по сути, одинаково, так как в «Матрице», помните, это агент СМИД, и они ведут себя спокойно, они начинают снимать на телефон в какой-то момент, чуть ли не синхронно, начинают давать какие-то указания, там, что-то кого-то подталкивать. Вот ваша версия, кто могут быть эти люди? Ну, там даже дальше можно линейку продолжить, потому что люди, которые задерживали таджиков потом за 350 километров, они одеты вот точно так же. Они вот в те же самые джинсы и в те же самые синие свитерочки, просто они там добавили еще немножко там поверх то ли бронежилетов, то ли пистолетов, вот, но они одеты абсолютно так же. Вот, так что тут вопросов много, но вообще-то, строго говоря, когда есть какое-то мероприятие, где собирается 5000 человек, то я убежден, что там есть, во-первых, ну, гражданские переодетые люди, которые обеспечивают безопасность, раз, с одной стороны, с другой стороны, ведь место такое, то есть я вообще не исключаю, что среди этих 5000 человек было там, ну, как минимум, там, человек 200 просто сотрудников различных правоохранительных структур, потому что я еще добавлю к тому описанию, которое вы сказали, то они просто крепкие ребята, они такие то ли лысые, то ли с маленькими, с очень короткими стрижками, накаченные, то есть там вообще качков довольно много было в зале, которые вполне могли бы, если бы они там обучены были реагированию на чрезвычайные ситуации, они могли бы даже скрутить этих людей, тем более, когда, вот, если бы они понимали, что выхода-то все равно нету, то есть либо ты будешь что-то делать, либо ты просто погибнешь, то есть, и когда лучше чего-то делать, чтобы выжить, то надо чего-то делать, тех же там много было, очень много, то есть, на самом деле, вы знаете, это старая история, это история, которую даже я вот рассказывал про реакцию людей на всякую там полицию, когда вот люди выходят на мероприятие, то есть все, это вопрос арифметики, то есть, когда вы десятером выходите, а против вас 100 ОМОНовцев, то, конечно, вас крутят, посадят и забьют дубинками. Если вас 100 на 100, то уже, так сказать, уже шансы сравниваются. Если вас 1000, а против вас 100 ОМОНовцев, даже если они вооружены будут дубинками и следовательным газом, то 1000 все равно, 10 человек на одного, это вот просто масса, когда есть 10 человек. Ну вот представьте себе, груш, стоит один человек, на него 10 человек наваливаются. Грубо говоря, тонна на него, вес на него вдруг наваливается, вот, и какой бы он сильный ни был, он все равно упадет. Вот, а если вас 10 тысяч, то никакие, никакая тысяча ОМОНовцев вас не разгонит, а если вас миллион, то вообще строгать даже не будут побояться, потому что иначе просто их разорвут и стопчут. Вот, и здесь то же самое, то есть, вот, когда идет какой-то теракт, ну, понятно, конечно, что просто цивильные люди не готовы к тому, чтобы психологически и физически противодействовать. Вот, но там, так сказать, мужиков, которые в армии служили, которые в органах служили, которые в милиции служили, которые в ЧОПах служили, которые просто крутые мужики, вот, я не знаю, там занимались там самбо, карате, джидо и так далее. Не надо просто пассивно смотреть, как тебя расстреливают, как кролика даже из автоматического оружия. Есть возможности чего-то сделать ему, есть возможности как-то этому противостоять. Вот, учиться этому, кстати, надо. Вот у меня даже сегодня, знаете, один из моих зрителей написал, Сергей Олегович, сделайте нам передачу, вот, как реагировать в таких условиях. Потому что, ну, когда такая ситуация, может быть, нам надо какой-то ликбез сделать, там, полчаса передачу, ну, скажем так, минимальные действия при том, при чрезвычайной ситуации. Подумаю, может, чем-нибудь сделать. Это очень интересно. Вы затронули, вы сказали о Соединенных Штатах, которые предупреждали об этом теракте ранее, еще вот, на начало месяца. Похвалите американские спецслужбы, как владеют они информацией? Конечно, американцы здесь... Причем, вот, вы знаете, мы обсуждали это дело. То есть я вот обсуждал, у меня было несколько интервью, когда вот это, после 7 марта было это заявление. И причем я его обсуждал в нескольких интервью, потому что мое внимание привлекла одна очень необычная вещь. Потому что одно дело, когда, ну, просто, допустим, меняется где-то в какой-то стране обстановка, и американский МИД, офис секретаря, госсекретаря, и посольство американские говорят, вот, мы вам не советуем там ездить в такую страну, потому что там что-то там, какие-то там заварухи идут, вот, и так далее. А здесь было объявление такое. В ближайшие два дня, в ближайшие 48 часов, в Российской Федерации состоятся теракты. То есть там не то, что может быть, не может быть, там состоятся, то есть там было утверждение о том, что состоялось. А это значит, что американцы, я вот тогда уже прямо по горящим следам, 8-го, 9-го, 10-го говорил, что они знают что-то. То есть они что-то перехватили такое вот конкретное. То есть это не просто были рассуждения, там, ковыряясь в носу, вот, а которые могли бы. То есть вот, допустим, мы с несколькими оппозиционными экспертами обсуждали, например, такой вопрос, что вот во время выборов Путин устроит что-нибудь или не устроит. Или не Путин, или оппозиция может устроить, или РДК может устроить, или кто. Говорили даже, а украинцы могут устроить или не могут устроить. Вот обсуждали всякие-всякие варианты. И, в частности, я бы сказал мнение такое, что Путину выгодно было бы устроить, потому что, поскольку была акция «Полдень против Путина», в воскресенье 17 марта запланирована, которую официально никак сорвать нельзя, потому что, ну, вы не можете закрыть участки, потому что всех же призывают голосовать. Значит, там есть право и даже обязанность голосования. Ну вот, а как вы можете ее разогнать, если, так сказать, и вообще с ней ничего сделать нельзя. И поэтому я не исключал вариант такой, что, вот, допустим, они сделали три дня голосования, и они скажут, что 15-16 у нас уже много проголосовало, а дальше вот устраивают какой-то теракт, и там на полдня, как раз с 12 часов закрывают участки, говорят, что вот сидели с там терминфической угрозой, значит, у нас, нам надо закрыть эти участки, и таким образом срывается эта акция. Вот, но американцы явно не про это. Но, с другой стороны, опять же, с кем-то я уж не помню, с кем это говорил, я говорил, что Путин, в смысле трехнутый, он на голову трехнутый явно совершенно, потому что он же всем врет в глаза, да, и он придумывает какие-то небылицы, какие-то истории, и поэтому, когда даже вот какие-то американские, французские, там, западные спецслужбы, когда знают, что что-то планируется, у них есть этическая обязанность предупредить даже вот такого урода, как Путин, что есть какая-то повышенная вероятность. Но Путин на это реагирует, как он, со своей точки зрения, он говорит, я всем вру, поэтому, если американцы мне что-то такое говорят, они, значит, пытаются мной манипулировать, тем более, ведь это накануне выборов было, за две недели, да, может, они мне выборы хотят сорвать, там, еще чего-нибудь, вот, и он, конечно, им не поверил на все это дело, и больше того, он, я даже проговорил даже, 19-го числа, когда он приехал на коллегию ФСБ, он сказал, что вот американцы пытались нам там чего-то там устроить, какие-то провокации сорвали, что-то там рассказывали про какие-то несуществующие теракты, вот, и так далее. И через три дня бабахнуло, значит, бабахнуло теракт. Вот, так что в этом смысле, конечно, довольно сложно общаться, потому что общение, кстати, между спецслужбами идет даже тогда, когда идет война, даже вот тогда, когда сейчас идет война Российской Федерации, общение есть и по линии ФБР, и по линии ЦРУ, и по линии АНБ, и по линии французских спецслужб, и есть общение, потому что есть те общие темы, а именно борьба с организованной преступностью международной в рамках Интерпола, в рамках Европола, борьба с наркотрафиком, борьба с международным терроризмом, исламским прежде всего, вот, и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, все эти разговоры продолжаются, да, потому что генерал СВР по-прежнему сидит в резидентуре, в главной резидентуре в Вашингтоне и встречается там с своими коллегами, с ЦРУ каждый месяц, Нарышкин тоже сам встречался с Бернсом раза три, наверное, за последние два года, вот, то есть, вы понимаете, что на самом деле все эти разговоры идут. Другое дело, интерпретируется информация, которая дается, и вот американцы, конечно, знали, причем знали точно, то есть, судя по всему, вот когда сегодня я слушал такую вещь, она мне показалась довольно разумной, что когда, значит, эти самые боевики готовились, они готовились, судя по всему, вот 7-го числа, и там были 8-го, 9-го, как говорили американцы. Почему американцы так говорили? Потому что, скорее всего, они, значит, 7-го числа подъехали туда, в этот центр, может быть, сделали какие-то фотографии, то есть, наметили какие-то маршруты и стали между собой обмениваться. А обмены, вы знаете, они же ведут довольно часто через Телеграм или через сигнал, через какие-то такие вот платформы месседжевые, где создаются группы. Но это я давно уже, сто лет назад говорил, что на самом деле все эти средства, все эти сети, они все отслеживаются, они все, это вот разговоры только о том, что там все зашифровано, закодировано, ничего не прочитать нельзя. И WhatsApp читается, и эти все, Телеграм читаются, и сигнал читается, все читается, все читается. И наоборот, даже я вот всем своим друзьям говорю, что не надо никогда рассчитывать на то, что у вас хорошая защита, потому что если вы будете, лучше исходите из того, что вас читают и слушают. Потому что если вас читают и слушают, вы тогда лишнего не расскажете и не напишете. А вот если, так сказать, вы будете считать, что вы защищены, вот тогда вы будете прямым текстом рассказывать, и тогда вот все спишут. И у меня такое впечатление, что вот американцы просто списали какие-то разговоры, которые шли по незащищенным сетям и по незащищенным телефонам, и увидели, что вот просто идет подготовка такая предметная, когда с фотографиями, с планами, с какими-то датами, часами и так далее. Вот другое дело, что, может быть, они не знали еще конкретное место, где это будет. То есть понимали, что какое-то большое место. Вот я, кстати, видел вчера у Невзорова пост, очень интересно, в Телеграме, в котором он перепостил Forbes Russia от, по-моему, 20 марта, 20 марта, где вообще было сказано, что вот в первых числах, в 20-х числах марта возможны теракты, и там прям даже Крокус Сити Холл назывался. Вот, и там искал на Forbes Russia, и этот вот исходник этого поста, и нашел его. Вот, и я побоялся, что, может, это кто-то сделал такой типа скриншота, но на самом деле это нереальный скриншот, просто для того, чтобы, так сказать, доказать, что якобы там вот даже Forbes Russia знал, у него были какие-то источники. Вот, ну, в общем, в любом случае, отвечая на самый главный ваш вопрос, нет, конечно, все не закончено, и да, конечно, еще остается очень много вопросов. И вот вспомните даже, да, даже истории, там, допустим, путинского прихода к власти, 99-й год, ведь все равно еще до сих пор не можем сказать нам на 100%, что произошло. Да, у нас все-таки какие-то, вот, теракт на Дубровке, да, всегда остаются какие-то версии, всегда есть какие-то сомнения, вот, но нестыковки явные здесь просто видны, потому что, ну, вот просто самый большой вопрос, а где была вся правоохранительная система России, которая, вот если вы там скажете одно слово «война», и тут же со всех сторон вылезут какие-то эшники, эмшники, эмшники, и из всех щелей на вас навалятся, и вам 7 лет и 2 по рогам, вот. А тут вдруг стрельба, и никого нет, никого нет, хотя вокруг куча народу, про которые мы у вас уже сказали. То есть здесь, конечно, еще надо будет очень долго смотреть. У меня, откровенно говоря, так много было эфиров, так много было разговоров, плюс я заканчиваю сейчас книжку, у меня вот сложилось то, все, мне надо вот буквально сдавать, я уже опаздываю на 3 недели со сдачей рукописи, и мне приходит издатель с большим кривым турецким кинжалом, и, значит, поставляет его к горлу и говорит, не сдашь вообще, все, деньги верни, возвращай обратно. Вот, и вдруг такая штука, и поэтому я, откровенно говоря, не имел возможности, вот поэтому я отсылаю к коллегам экспертизы, которых мне казалось, показалось более интересные, детальные и так далее, вот, в частности, Сергей Асланян, вот, Наки можете посмотреть, хотя у них там расходятся версии у Асланяна и у Наки. Вот, ну, так сказать, люди, которые сидят и с лупой, и рассматривают. Вот, ну, мы будем еще продолжать, и разговоры на эту тему, я думаю, не закончатся. Сергей Олегович, все-таки еще раз про Крокус спрошу, но уже не про сам Крокус, заявление Макрона, который сказал, что предотвращены были подобные возможные теракты на территории Франции, что, расскажите чуть подробнее нашим зрителям, потому что, ну, в основном было громкое заявление Макрона, но вот подробности не были известны, если можно, чуть-чуть подробнее о чем. Да, на самом деле это не только Франция, то есть несколько стран уже об этом заявили, то есть об этом заявили Германия, Испания, Франция, Италия, по-моему, еще несколько стран, в которых либо были реально сорваны попытки проведения теракта, либо подготовка теракта, вот, причем вот с этой окраской исламской и даже с окраской этого самого Курасона, значит, Игиловского Курасона из Афганистана. То есть на самом деле эта группировка действительно активизировалась. Очень во многих странах, кстати, таджики, таджиков брали, которые, ну, вы понимаете, что она такая, это несуществующая страна, это старое название Афганистана, грубо говоря, Курасон этот, который поделен на, это Киргизия, Таджикистан, Афганистан и Пакистан по границам, то есть такое большое пятно, вот, и они полные отморозки, они воюют со всеми исламистками, то есть они воюют, допустим, с талибаном в Афганистане, потому что они считают, потому что талибы хотят просто построить у себя исламское государство, а вот эти ИГИЛовцы Курасон, они хотят то, что большевики в 17-м году, то есть Всемирную Исламскую Революцию провести, да, то есть вот как большевики говорили о Всемирной Коммунистической Революции, то есть они Исламскую, то есть для них, они считают, что не достигнуты цели, пока во всех странах не будет установлен Исламский Калифат Всемирный, вот, и поэтому они воюют и с иранскими муллами, и с Российской Федерацией, потому что они на нее навешали ответственность за Чечню, за Сирию, за Афганистан, то есть за все войны, где Российская Федерация боролась с мусульманами или с исламистами, вот, и поэтому они активизировались, причем они активизировались довольно реально и практически, да, и поэтому вот люди, которые говорят, ну, где там вот ИГИЛ, а где Москва, ну, а где ИГИЛ, а где Париж, да, и, то есть они, в принципе, там, где ИГИЛ, а где там Кёльнский собор, да, то есть там, в принципе, готовились теракты против церквей, против больших мест скопления людей, то есть вот все, как в этом Крокусе, то есть, в принципе, примерно такая же схема, вот, и во Франции было, значит, в воскресенье прошлое президент Макрон собрал совещание силовиков, на котором рассматривали всю эту историю, озвучили они, значит, публично, что было сорвано несколько терактов, которые были подготовлены, повысили опасность террористическую до высшего четвертого уровня во Франции, потому что во Франции, еще я вам напомню, у нас, значит, во-первых, сейчас мы готовимся к выборам в месяце и в июне, а потом у нас будут Олимпийские игры, то есть в этом смысле Франция до конца августа очень напряженное место, по этому поводу все боязливые люди, ну, не скажу умные люди, вот, но боязливые люди из Парижа уезжают, потому что понимают, что может состояться какая-то нехорошая штука, свою вероятность на самом деле большая, потому что когда Олимпийские игры, то есть это огромное количество людей из разных стран и обеспечивают безопасность, это очень сложная система, вот, и все это не исключено, и поэтому, значит, президент Макроны принял такое решение повысить, значит, вероятность террористической угрозы до высшего уровня, вот, ну, дальше они не дают, они не всегда дают детали, то есть они сказали, что несколько мест, в которых сорвали, сорвали проведение таких мероприятий, потому что, с одной стороны, вот мы видели каких-то очень хладнокровных и очень профессиональных боевиков, таких армейских спецназовцев, которые, значит, отстреливали и устраивали пожар, вот, ну, с другой стороны, они набирают и 15-летних подростков, которые просто, ну, молоко на губах не обсохло, и слава богу, что это так, потому что их очень проще, конечно, правоохранительным органом и разоблачить, и увидеть, и предохранить, и поэтому несколько терактов было сорвано. Вот то, что сейчас можно сказать по этому поводу, потому что, естественно, правоохранительные органы не хотят давать окончательной информации, потому что иначе будет утечка, иначе будет понятно, откуда идет слив, как отслеживают, вот, поэтому они, конечно, там тень на плетень наводят, иногда даже говорят, что было сорвано что-то в одном месте, когда было сорвано, на самом деле, совсем в другом месте, вот, и поэтому здесь мы не будем с вами заморачиваться с конкретными там адресами, датами, явками и так далее, но угроза – это абсолютно реально. Сергей Олегович, следующая тема, не знаю, как к ней аккуратнее подойти, вот такой запрос у российского, что ли, зрителя, наверное, мне так кажется, вот на какую-то кровавую тематику, поскольку вот это задержание граждан Таджикистана, уши, провода, гениталии, значит, Медведев очередной пост, там, всех убить, всех наказать, всех, всех, кто стоял, всех причастных, ну, в общем, все-все утопить в крови, плюс депутаты в Госдуме обсуждают возвращение смертной казни, это запрос общества или специально кремлевские политтехнологи накачивают общество так, для того, чтобы провоцировать еще и еще виток эскалации, в первую очередь, в войне против Украины. Я считаю, что это и то, и другое, но больше накачивание и эскалация, больше. Потому что вот как раз наоборот, то, что вот мы обсуждали на французском телевидении, там, на моем канале, есть корреспонденты, которые сидят в Москве, и они спрашивают у людей, то есть они такие мини-опросы делают на улицах, и вот они как раз говорят наоборот, они говорят, что у людей нету запроса кровавого такого на ответ, и даже нету, поначалу вот даже не было запроса для того, чтобы понять, кто виноват, потому что ответ был самый главный, что просто очень эмоциональная, так сказать, реакция просто на потери, и поэтому люди вот пришли, там, 4000 человек отдали кровь, цветами завалили весь этот крокус. То есть больше солидарность такая, чем действительно вот какое-то желание кровожадное всех расстрелять, всех перевешать и всех перерезать тех, кто хоть понемножку отличается от славянской внешности. Вот, это не значит, что нет такого запроса, потому что в любом, в любой стране, ну, я вам напомню, что суд Линча не в России придумали, да, и понятно, что американцы, которые его придумали, там не только Кукулсклан, кстати, был, да, там это суд Линча – это такая вот абсолютно психологическая, человеческая вещь, когда люди на эмоции пытаются решить, быстро-быстро вынести какое-то решение. Вот, кстати, в половине случаев оно неправильно, потому что берут просто первого попавшегося козла отпущения и его линчуют просто без всякого суда и следствия. Кстати, это основной аргумент для всех тех людей, которые голосуют за то, чтобы, за отмену смертной казни, потому что они говорят, что очень много на самом деле ошибок, которые происходят, судебных ошибок, следственных ошибок, и вот если человеку уже расстреляли или повесили, то уже не отыграешь в обратную сторону. А такие ошибки, их довольно много в любом правосудии, в любой стране, в любые времена. Вот, но здесь был совершенно четкий расчет со стороны власти, не только для того, чтобы повысить уровень запредельной жестокости в Российской Федерации, но еще отвести от Путина и от самих себя взгляд, чтобы не стали спрашивать, кто виноват. А виноват-то Путин и ФСБ, потому что их предупреждали о том, что это будет, и они не сделали ничего для того, чтобы предупредить сразу. И, во-вторых, то, что мы с вами поговорили, огромное количество всякой ментуры и спецухи вокруг этого, значит, крокуса, и почему-то они приехали через 70 минут, когда все уже оттуда сбежали, все уже там никого не было, вот, они только в этот момент появились, хотя все были на местах. Вот, то есть здесь, вот здесь на самом деле вот этой жестокостью они пытаются просто показать, вот какие мы крутые, видите, вот мы кого-то там, каких-то кроликов и, значит, людей, стрелочников нашли, и мы, значит, к ним очень жестоко, с ними очень жестоко расправились. И плюс это на самом деле многолетняя практика, которая сложилась в Российской Федерации, потому что если мы послушаем Осечкина, если мы послушаем Ольгу Романову «Русь сидящая», то пытки в СИЗО, пытки в тюрьмах, пытки в ФСБ – это норма абсолютная для Российской Федерации, все эти швабры, все эти бутылки. Но при этом, Сергей Олегович, согласитесь, это делается за закрытыми дверями. И то, что сливы происходят, то, что Осечкин публиковал вот все эти гигабайты видео, но это же произошло не потому, что они захотели сделать это публично. Да, но с другой стороны, вы же понимаете, они же снимают на видео, то есть если вы снимаете это на видео, значит, вы для себя, для кого-то это дело хотите заархивировать, потому что если вы хотели бы просто кого-то там, значит, пытать, то вы заинтересованы, чтобы это осталось скрытым. Они скрывают, они снимают на видео в хорошем качестве, значит, гигабайты отсюда получаются видео, которые, слава богу, потом сливаются и таким образом становятся доказательством того, что происходит. Плюс я вам напомню, что в августе месяце, когда сын Кадырова избил Никиту Журавеля, это вот то же самое, да, потому что вместо того, чтобы и снять Кадырова, его сына посадить в тюрьму, их обвешали наградами, вот, а Москалькова, Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ и Путин сказали, что они не увидели в этом никакого нарушения прав человека. Человек, который не осужден по суду, у него презумпция невиновности, то есть невиновного человека избил малолетний подросток сопливый, который неизвестно как оказался в СИЗО, то есть там нарушение инструкции внутренних, нарушение УК, нарушение УПК, нарушение всего, что только можно, и это не было наказано никак, а теперь дальше то же самое делает ФСБ, еще в худшем варианте, и поэтому это становится нормой для Российской Федерации. И, в общем, здесь, плюс вы же понимаете, что идет война, в которой совершены были воинские преступления массовые, да, значит, Мариуполь, мирных граждан бомбят, Буча, Ирпень и все города-мортиры на территории Украины, и части 64-я бригада ВДВ, по-моему, там, эти морпехов, значит, их награждают званием гвардейское, повышают всем звания, те, которые в Буче были, да, то есть это все уже нечеловеческое лицо Российской Федерации, и это приведет рано или поздно к тому, что повышается, снимаются красные линии, я вам напомню того же самого Пригожина Кувалды, убийство Кувалды, вот, и так далее, то есть на самом деле это уже продолжается много лет, и теперь это становится, наоборот, они бравируют этим, они это показывают, они говорят, что вот мы такие герои, и продолжение находится, да, потому что берут каких-то абсолютных уродов, насильников, убийц из тюрем, посылают их на фронт, потом им вешают медали, потом, значит, не дай бог вам сказать, что они уроды, потому что вы получите срок, а они там насилуют, возвращаются с фронта и начинают насиловать, убивать, разрезать на куски, есть заживо, там, людоеды какие-то обнаружились, то есть на самом деле это деградация полная российского общества, которые находятся в своей, на своем пути в ад и в бездну, и, к сожалению, дна еще не достигли. При этом Путин говорит, что вот это новая элита России. Да, и вот правильно вы сказали, что и к тому же он говорит, что вот на самом деле еще к тому же это вот элита. Сергей Олегович, спасибо вам большое за интересный, как всегда, содержательный разговор. Благодарю вас и до встречи. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok